Друзья, всем привет! Мы с вами снова в магазине IKEA Нижний Новгород. Сегодня мы подготовили обзор по всем комодам. Наконец-то сделали в нормальное состояние, привели выставку с комодами, доделывают шкафы. Скоро ждите, на канале будет обзор и по гардеробам. Поэтому сегодня мы с вами будем смотреть все-все комоды, которые только есть в IKEA, от самых бюджетных до самых дорогих. Первое, что будем смотреть, это комод ScanEvic, 3 ящика. Стоит он 2 999. Включу свою камеру. Мне вообще сначала камеру не дали, забыли. Вот такой комод, артикульный номер, место рет на складе, но это вся информация актуальна только для Нижнего Новгорода. Комод стоит 3000, размер 70 на 72, высота у комода 72, глубина 40 и ширина 70. Он полностью из ДСП, покрыт бумажной пленкой, меламиновая пленка, то есть такой классический ДСПшный комод. Теперь давайте смотреть нюансы. А что мне нравится? Во-первых, цена мне нравится. Во-вторых, вот этот вот скос дает такую легкость комоду, повышает его визуально, то есть он выглядит дороже, чем стоит. Внутри обычная ДСПшка покрытая. В принципе, по комоду нареканий нет. Очень-очень часто такие комоды берут девочки, мастера ногтевого сервиса, шугаринг, то есть вся бьюти индустрия, причем ставят их рядом два и получается аналог Мальма за 8000, а это получается за 6. Так, комод снаружи вы на сайте увидите, а вот то, что внутри, металлические части, здесь направляющие, колесико само пластиковое, крепежи. И теперь давайте смотреть, вообще это боль комодов, по крайней мере у меня, у нас дома живут Адалены. Как сделана боковушка. Кстати, смотри, здесь не заморачиваюсь, просто на гвоздики. Это, наверное, даже надежнее, да, чем ставишь? Друзья, у кого комод сканевик в эксплуатации и кто любит, как я, запихивать туда коленкой много-много, расскажите нам, вообще как бы про любой комод расскажите, у кого вываливается вот такое дно, потому что у Адаленов мы ремонтировали каждый ящик, усиляли, то есть вот здесь по центру делали металлическую пластинку. Потом я вам покажу, как это выглядит на одной из дорогих серий. Здесь никто заморачиваться не стал, но с другой стороны нет никаких ставок, здесь просто гвозди, не до конца вставленные шурупы и просто гвоздики. Так что если вы комод перегрузите, он у вас отвалится, вы просто прибьете его заново. Это, наверное, имелось ввиду. Ящики у комода не сильно глубокие, то есть по факту получается порядка пяти сантиметров, поэтому очень много вы эти вещи не наложите. Так, вот это вот ребро с жесткостью, оно тоже с обоих сторон только с лицевой закрыто, швы никак. Вот вам ориентир, то есть модуль скуб. И тут нет, и тут нет. Ну, потому что самый-самый-самый бюджетный, да, то есть удешевели, дальше некуда. Вот вам вариант, то есть пример в качестве от коробок скуб, как это выглядит по высоте. То есть коробка выпрыгивает, но при этом, как я понимаю, не мешает пользоваться. То есть любая из коробок. Ну, пожалели. То есть вот здесь закрыто, там тоже открыто дно. Ну, в общем, комод максимально удешевлен, то есть дешевле уже некуда. Еще, смотрите, такой нюанс. Очень часто клиенты звонят, Татьяна, мы найти не можем вторую часть задней стенки. Задняя стенка всегда вот так сложена, с такой вот клейкой, как бы лентой. Так, это комод-сканевик. Сейчас пойдем смотреть. Такой же, только в дубе. Под дуб уже, беленый дуб стоит уже пять. Так, сканевик под беленый дуб. Кстати, по фактуре он неплохой. Он выглядит ничем не хуже мальма. Покажи, пожалуйста, параллельный мальм в дубе. То есть вот мальм в дубе, например, такой вот комод меньшего размера, стоит 4 500. Вот сканевик. Но все-таки немножко разный материал. Мальм покрыт шпоном дерева. Здесь у нас... Здесь у нас шпона нет. ДВП, акриловая краска, бумажная пленка, пластик. То есть все то же самое, как и у белого. Высота 112, глубина 40, ширина 70. Вес 36 килограмм. Поэтому, девочки, если решили приехать за этим комодом в городом одиночестве, вам не повезло. Он тяжелый. Все то же самое. Ничем не отличается от белого. Еще смотрите, что я нашла. То ли неаккуратно собирали, то ли небрежный эксплата... А, нет, это не небрежный эксплата. Смотрите, что со временем происходит. Надеюсь, будет видно. Вот здесь незакрытый край. То есть ничем вообще не закрыт. Здесь просто вот оно. Так, наверное, будет просто нырнуть. То есть вот эта часть и вот эта. Выглядит одинаково. В процессе эксплуатации все это очень быстро оббивается и приходит вот в такую вот эстетическую негодность. Ну, ребят, кому-то стоит 5 тысяч. Кому кто-то скажет дешево с другой стороны. Ну, пустите вы кромку. Это стоит гораздо дешевле, чем возмущение людей, которые пользуются комодом, и они недовольны то, что... Как это выглядит. Света, конечно, маловато, но я думаю, здесь вот прям вот оператор наш сможет вычленить все это дело. Ну, не буду. Так, здесь у нас то же самое. Так, сейчас я сравню. Потому что просили посмотреть визуально на картинке ящики смотрятся разной высоты. Да, вот видите, вот фасад поуже, вот фасад пошире. Но это только фасад. То есть скуп как выглядывал. А, здесь он еще больше выглядывает. Да, то есть фактически. Значит, вот эти нижние три ящика – это маленький сканевик, а верхние ящики еще меньше. То есть сюда даже коробки не подходят. Ну, дешевле дешевого, наверное. Поэтому вот большой комод, не знаю, спорный для меня, если честно. То есть это пять, за шесть тысяч можно купить два комода, поставить в линеечку. Так, какой следующий? Мальмо пойдем? Ну, следом идут мальмо. У мальмов уже все-таки поприличнее качество, ну и ценник. Так, поприличнее. При этом мальмо, сейчас все мальмо, вот показываю вам пример. Акция цена ниже. То есть такой комод-то вообще восемь стал стоить шесть пятьсот. Это мини-туалетный столик. Привет, друзья. То есть сюда можно сложить какие-то мелочи. Здесь у нас вот такой вот коврик. Донышко. То есть, ну, что сюда можно? Сюда и туша, расческу какую-то мелкую. В общем, все дамские штучки сюда можно сложить. Единственное, что, если вы на комод сверху... Ход тяжелый, да? Без пальцев реально можно остаться. Если ребенок полезет. Да, если ребенок полезет. Причем это просто на клею. Этот момент тоже учитывайте. Поэтому, у кого детки маленькие, я бы не совсем все-таки рекомендовала. Можно остаться без пальцев. Два нижних ящика более узкие. Я вам сейчас сначала показываю конфигурацию, потом по цветам поговорим. Значит, первый, вот прям вот такая вот малышечка. Сантиметр сколько здесь? Три, наверное, да? Края, я думаю, так удобнее будет. Края у нас тоже здесь не закрыты. Друзья мои, ну неужели это так трудно? Сюда нужно сантиметр. Видите? Неудачно стянули, и уже начинается рассыпание. То есть комод скоро придет в негодность. Пластиковое колесо, чуть попрочнее рельсы. Но вообще, честно, собирали, конечно, ну не совсем хорошие сборщики. Не буду говорить. Так, теперь смотрите. Вот такая же бедовина и в Тодолене у меня. То есть вот эта часть, она выпрыгивает. Вот видите, вот перетянуто. Кстати, вот нюанс сборки. Перетянули. Здесь ничем не закрыто. Начинает просто тупо разваливаться. Смотрите, что мы обнаружили. Оператор мне подсказал причину. Это, конечно, мужская точка зрения. Я бы не заметила даже. Смотрите. Почему все болтается? То есть стоит вот такой вот пластиковый чопик. Дима у меня вытащила его руками, но у меня почему-то не получается. Ну, в общем, поверьте на слово. Вот эта часть легко достается. И за счет этого все приходит в такую вот разболтанность. Здесь должен быть либо металлический саморез, ну, никак не пластиковый чопик. Поэтому либо вы не покупаете этот комод, либо вы доделываете его сами, если вы хотите, чтобы все было крепко, чтобы ваша жена потом вам в истерике не кинула ящиком, почему все развалилось. Еще смотрите. Вот видно, да, на камеру, какой маленький зазор. То есть... Подальше? То есть до конца не получается вот в паз. Она слегка вставляется, вот эта вот фанерная дощечка. Если вы перегрузите ящик, она у вас вывалится. Поэтому в таких ящиках что усиливаем? Ну, это, кстати, пример, да? Понятно, что вот такой маленький ящик перегрузить сложно. Но нет у девочек такого веса у косметики. А если вот что-то тяжелое положить, например, комод-то далее стоит с постельным бельем, вот все днишки, все вывалилось. Поэтому либо вот сюда ставится металлическая пластинка, папа делал нам, но как бы не особо удобно, либо вот сюда вы укрепляете. Вот в этих местах, вот в этих. И как вариант, покажем потом дальше в комоде 3 силы, то есть здесь можно вот в этой части сделать укрепление. В общем, ящики, честно, недоработанные. Я все-таки считаю, что комод – это не 4 доски, это ящики. Мы не пользуемся ни этой части, ни боковушками. Мы пользуемся ежедневно ящиками. Поэтому хотелось бы, чтобы это было безопасно, ничего не отваливалось. То есть я привезла комод, я девочка. Я привезла комод, я собрала, я пользуюсь. Чтобы ничего вот здесь не доделывать. Я понимаю, цена ниже, прочее. Но тогда не удешевляйте, либо доделывайте как надо, либо, если нет возможности, не удешевляйте. Кстати, все то же самое. Независимо от того, бюджетный комод или подороже, тоже не закрытая кромка. Вообще ничем не закрытая. Я знаю, что, в принципе, клей используется по стандарту, поэтому вреда формальдегид не должен нести здоровье. Но, тем не менее, не совсем эстетично для комода за такую денежку. Кто-то скажет, да, здесь все закрыто, но это, знаете, как под платьем, да, в рваной колготке. Вы знаете, что они у вас рваные. Так, у нас была небольшая пауза. Мы обсуждали комод. В спорах рождается истина. Значит, сейчас мы смотрим ясеневый шпон. Да, морилка, ясеневый шпон. Сейчас покажу по составу, и потом будем смотреть дальше. Значит, здесь тоже ДСП, морилка, прозрачно-акриловый лак, задняя часть ДВП. И вот это все, это уже шпон ясеня. Понятно, как бы за натуральное дерево ценник. Но, едем дальше. Это глубокие ящики. Комода, понятно, это уже более удобно. Сюда мы можем и постель положить какую-то. Что грехотайте, да и книжки можно в такой объем сложить. Теперь смотрите. Вот у такого размера это еще более-менее. Во-первых, всегда... Ну, хотя вот честно, я бы такой размер книг нагрузила при необходимости. Вес уже было бы приличным. То есть вот у такого размера более-менее держится. Но, я не знаю, я больше его жду от комода за такие деньги. Сделайте вы ценник подороже на 100-150 рублей. Ставьте сюда мебельные саморезы. Они стоят копейки. Кстати, друзья мои, кто не хочет с пластиковыми чопиками жить и не хочет, чтобы в один прекрасный момент ящик у комода развалился, вставляйте сразу сами, пока ничего не разболталось. Диаметр соответствует. Либо сделайте здесь укрепление, потому что тут все то же самое. То есть со временем все это вывалится. И честно, вот убейте меня, но меня напрягает вот эта вот необработанность. Ну, как будто недоделаешь какой-то. Я понимаю, ясеневый шпон, все красиво. Но вот здесь, допустим, ясеневым шпоном, просто обычным, вот как вот у сканевика, да, бумажным под цвет подобранным. Как-то вот... Знаете, как вот вроде бы и кофе вкусный попил, а послевкусие неприятный. Так же вот и с комодом. Вроде бы все хорошо. Их постоянно на самом деле заказывают. Комод по эксплуатации неплохой. Показал себя неплохо. Но вот эти вот недоработки, они есть. И к ним нужно быть готовым. А не потом, чтобы это было сюрпризом, когда вы купили и пользуетесь. Так, значит, вот такая линейка узких комодов представлена. Вообще, в принципе, все мальмы. Есть ясеневый шпон, есть беленый дуб. Кстати, у беленого дуба особенно вот не у такого размера, а у такого вот длинного. Здесь он почему-то не представлен. Есть только большой черный. И вот у такого вот коротыша, вот у такого, переход по цвету. Ну, вот здесь вот однородный. Вот он, кстати, представлен. Здесь вот он однородный. Но есть прям вот у нас было пару раз, что ящики вообще разнятся. То есть тут серые, тут бежевые. Тут еле, тут пили, заворачивали. Дальше мальмы белые. Белые мальмы, кстати, всегда дешевле. А, нет, вот у такой модельки. То есть ценник сейчас сравняли, независимо от цвета. Так, теперь переходим. Значит, про узкие я вам рассказала. Зеркальце показала. Про безопасность имейте в виду. Переходим к среднему размеру. Вот такой высокий. Посмотрим позже, он где-то должен быть внизу. Значит, у среднего один, два, три, четыре ящика и два маленьких. То есть маленькие по размеру, точно такие же, как у узкого с зеркалом. Вот все один в один. Все то же самое. Но здесь уже пошли более интересные элементы. Смотрите. Здесь у нас уже железное усиление. То есть каркас жесткости хороший. Почему-то у белого полностью обработанная планка. Никаких обгрызков нет. Странная логика, да? То есть вот для шпона нет возможности, для такого есть возможность. Ну, как-то не совсем равномерно. Вот смотрите, вторая планка. То есть все то же самое, гладкая. Понятно, я не прошу заднюю стенку усиливать в ней, красить, обтягивать пленкой в тот же цвет, но хотя бы так. Вот это у нас отверстие для того, чтобы крепить к стене. Не забываем, такая большая тяжелая мебель, дети дома. Вот вы даже не думайте, а кому-то может свалиться. Ребенок просто вытащит тупо 2-3 ящика и кому-то на нем. Поэтому этот момент все-таки учтите. Так, теперь давайте смотреть по большому ящику. Сейчас я средний верну на место и переложу тут. Значит, у среднего все то же самое. Ну, те же открытые края и те же платежи для чопики. Большой ящик. Согласитесь, сюда уже любая среднестатистическая женщина наложит от души и много. И не видел никого еще, кто кому-то бы использовал под 2-3 тряпочки. Линейка скуп здесь представлена не целиком. Не хватает еще маленькой коробочки. Поэтому она сюда вполне уместится. Все то же самое. То есть такой же пластиковый чопик. Но это вот как? Здесь усиление есть. То есть у больших ящиков усиление есть. Объясните мне, пожалуйста, почему нельзя усилить маленькие ящики? Вот оно, готовое усиление. Вот этот ящик уже точно никуда не вывалится. То есть основательно там закреплено, хорошо сейчас покажем. Я не понимаю логики. Почему вот такой ящик, если я в него решила, чтобы тяжелое положить, я должна рисковать дном. Здесь же все в порядке. Вот такую планку вполне можно пустить и сюда. Она ни с чем не будет мешать. Я не прошу вот сюда ставить планку. Ну, не знаю, может быть, нас услышат когда-то. Всякое бывает. Так. Видно? А то мне неудобно. То есть вот этот ящик усилен как надо. Поэтому, если вы выбираете между белым и другим цветом, берите лучше белый. Ну, по крайней мере, у белого все закрыто. Нет соприкосновений прямого с ДСП, кроме задней стенки. Мы сейчас посмотрим в другом цвете усиление ящиков. А то, может быть, это только... Белому такая радость досталась. Господи! Справилась. Так. Да, кстати, получается, все широкие ящики усиленные. Так, мы смотрели сейчас модельку за 7 тысяч. Белый мальм 80 на 123. Также черно-коричневый. Коричневая морилка, это ясеневый шпон. И подбеленный дуб. То есть в этой же линейке также все это представлено. Это у нас 4-6 ящиков. Теперь у нас комод на 4 ящика. 5,999. 80 на 100. И, кстати, смотрите, ребят, появилась вот такая штучка. Устроился для плавного закрывания. Mark Hus. 299 рублей. Обеспечивает бесшумное закрывание ящика. Давайте покажу информацию. Полиэстер. Пластик. Пружина сталь. Подходит для комодов Мальм с 4 или 6 ящиками. Комодов Бримна с 2, 3 и 4 ящиками. И комодов Тарва с 3 ящиками. В упаковке 2 штучки. Сейчас давайте смотреть, что это такое. Значит, с одной стороны. То есть это такой крепежик. Я не видела его вживую еще в упаковке ни разу. Он продается отдельно. Значит, с одной стороны устанавливается. Шрук, получается, в комплект входят. И сейчас вытащим ящик. Покажу с другой стороны. Ой, какой красивый. В общем, мы все, думаю, поняли, да, что только белый закрыт. Все остальные нет. Забили на все это. Так, а вот со второй стороны механизм для плавного закрывания. То есть его можно отключить. Он, да, с двух сторон, с двух комплектов. Будешь снимать поближе? Окей, значит, снимаю только я. То есть интересный механизм. Я думаю, его можно использовать не только для икеевских комодов. Здесь, наверное, все-таки зависит именно от глубины. Потому что если будет меньше, им не получится пользоваться. Вот такой вот механизм для плавного закрывания. Слушайте, эта штучка интересная. Если кто-то уже пользуется, расскажите, как. Мне понравилось. Я возьму на заметку. Думаю, дома применить. И не сильно дорого. На один ящик получается 300 рублей. Я вам сейчас, кстати, покажу, как они хлопают. Так, вот это с плавным закрыванием. Видно? То есть все бесшумно. Ночью встали, что-то достали, никто вас не слышит. Бесшумно. А теперь обычный. Да, кстати. Ну, есть смысл в Мальме это ставить? Вообще без шума. Более эстетично, да, вообще без шума. Дальше, по линейке Мальма. Есть вот такие малыши. Часто покупают как прикроватные тумбы. Стоят 1999, сейчас вообще были под 4000. Поэтому пользуйтесь моментом, кто давно хотел купить, имейте это в виду. Четыре цвета, такая же беляночка, беленый дуб, ясень и черный. Давайте на черном покажу. Черный, конечно, это вся пылища, все как обычно. Размер у него 40 на 55, глубина 48, то есть такая малютка, но глубина хорошая. То есть в качестве прикроватной тумбы вполне. Ну, а что у нас здесь? У нас точно такой же ящик, как у комода. Вот это, вот как вот у этого комода мы смотрели. Так, мы посмотрели с вами узкий, средний, на три ящика мы еще Мальм не посмотрели. Но фактически, друзья мои, не отличается ничем. То есть размер, цвет, цена. От размера зависит цена, только всего. Так, такой мы уже смотрели. Теперь давайте, наверное, большой смотреть. Большой Мальм на метр шестьдесят. Сейчас все цвета по акции, вместо 12 стоят 8. Помню, были времена, они стоили даже 15 подорожаний после 2014 года. Но сейчас ценник опять снижается вниз. Давайте смотреть, что нам предлагают. Здесь тоже у нас стоят стопора. Надо сейчас ящик пустой. Посмотрим. Значит, все ящики широкие сделаны одинаково. Это вот такой металлический крепеж, планка. Мы с вами ее уже смотрели. Края у всех одинаковые. И везде пластиковый чопик. Поэтому, если хотите, можно поменять на мебельный. Тогда будет жить дольше. Так, ну, наверное, по Мальмам-то все, да? Потому что остались еще Мальмы вот такие вот на три ящичка выдвижных. Но, к сожалению, внизу их нет ни одного. Наверх мы не подпрыгнем. А, еще сейчас покажу. Для Мальмы есть теперь стекло. Если вы используете, например, вот этот комод, как тумба под ТВ, со стеклом это уже смотрится более эстетично. Ну, не знаю, у нас клиенты говорили, что нет смысла брать со стекло в Икею. Можно в любой стекольной мастерской в городе сделать подобное. Давайте посмотрим, что из себя представляет. Значит, вот Мальм белый со стеклом. Выглядит, конечно, он уже совершенно по-другому. Ты снимешь его? Выглядит он уже по-другому. Есть еще прозрачное серое стекло. Цена 2,500. Но прозрачного серого стекла я не наблюдаю нигде. Закаленное стекло, стеклянная эмаль. То есть вот эти. Мне интересно, вот эти хвостики входят в комплектацию. Да, потому что стекло, наверное, все-таки... Вот это входит. Стекло нужно закрепить. Да, крепеж прилагается. Подходит для комода Мальм 160 на 48. Так что имейте в виду, такие стекла появились, стоят 2,500. Так, Мальм белый. Это тоже все Мальмы. Веселая парочка. Оранжевый, белый, серый. Это у нас комоды Вист Хуз 163 на 126. Цвет серо-белый и цвет бело-оранжевый. Одинаково стоят, одинаковую конфигурацию имеют. Полностью все идентичнее. Отличаются боком и фасадом. Значит, у нас здесь представлено 2 ящика снизу и 4 ящика по принципу ячейка коллакс наверху. Ну, пока давайте посмотрим, потом положу камеру, другое буду рассказывать. Везде вот такие металлические ручки, потому что сами ящики не входят во внутрь каркаса, они как бы снаружи, получается, остаются. Поэтому комод имеет вот такую неровную грань. Ценник 13 тысяч. Давайте смотреть, за что просят. Ящики не выпадают оснащены специальным стопором. Регулировка ножки позволяет откорректировать неровность пола. Нижние ящики на колесиках, легко передвигаются. Что у нас здесь? ДСП, фронтальная панель ДСП, бумага ДСП, пластик, задняя часть ДВП, дно ящика ДСП. Ну, стандартный набор из двух коробок состоит. Вес не указан. Маленькие ящики. Что у нас тут? А? Такую же пластиковую чётку. Сейчас посмотрим. То есть здесь уже фактически стяжка, да? Замок. То есть вот это... Есть риск, что это дно вывалится? Нет. Оно, во-первых, усиленное, более толстое ДСП. Да, незакрытые края, но сделано уже более добротно. Ну и стоит-то 13 тысяч, как шкаф. Да, здесь уже более плотная книжка, и думаю, вероятность вывалится у него минимально, плюс хорошая стяжка. Но опять сэкономили на краях. И вот, смотрите, то есть сам каркас еще как полноценная полочка. Ну, конечно, не как полочка, но я понимаю, это в качестве ребра жесткости использую, да? Внутри все хорошо сделано, но реками нет. Кто пользуется данными комодами, расскажите, что как у вас. Да, причем все вот эти полочки, они... Ой, а здесь вообще полноценная полочка. Сейчас перестану. То есть, ну, всякое бывает, да? Вы решили убрать направляющие, вот сделать такой более воздушный комод. Допустим, здесь ящики, здесь их нет. Здесь у вас полноценная полка, которую вы можете пользоваться по назначению. Так, возвращаю на место малыша и будем смотреть. Большие. А, то есть на колесиках получаем... Да. А, нижний вот... Ой, смотри, как интересно. В общем, у кого дети есть, в нем еще и покататься можно. Ну, в принципе, удобно, да? Что-то такое вот большое громоздко, если сюда ложить. А так все то же самое, такая же стяжка. Ну, такой трансформер. Все-таки без комода можно что-то сделать. Под большой частью тоже полка. Покажи, пожалуйста. Большая полноценная полка. То есть, в принципе, можно убрать направляющие, да? Убрать ящик. Ну, а смысл делать? Ну, вот... Нет, представь. То есть, изменение какой-то интерьера. Тебе не нужен этот ящик. Ты убираешь просто направляющие, у тебя там остается полка. То есть, ты можешь изменить... Ну, в этой ситуации, да. Но вот у тебя уже есть этот комод. Ты можешь его изменить. Другие комод ты изменить не можешь. Это как обычно. Не будем спорить. Все как всегда. Но, вероятно, то есть, вот девочки, кому поткнуло, есть возможность, можно изменить. Новинка. Мы его еще не снимали. Норд Меллан. Стоит аж 17 тысяч. Черно-синий заявлен. На картинке, на сайте, честно, черный. Я думала, у меня была мысль его в зал. Но понимаю, что синего у нас нет ничего. И, увы, и ах. 17 тысяч. 169 на 50. О, смотрите, какие клевые часы рядом стоят. Байк называется. Вот часики мне нравятся. Синенькие, какие красивые. С подсветочкой. 600 рублей. А? Сколько горит, не знаю. Интересно. Часы интересные. Такой прорезиненный, как будто замшевый такой корпус. Стильно смотрится. Часики мне нравятся. Так. Нижняя, задняя панель. ДСП, бумажная пленка. ДВП, бумажная пленка. Все. Стандартно. Из чего-то она складывает ценник 17 тысяч. Да, только цвет, наверное, за счет цвета. Так. А вот из чего. Ящик у нас уже совершенно другой конфигурации. Я не знаю, почему не все описано. Железка, 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 железка. Так. Внутри у нас вот такое железное ребро жесткости. Кстати, уже нет никаких ДСПшных незакрытых элементов. Наверное, за это денег просят. Железная ручка. И пойдемте ящик смотреть. Так, снова железная ручка. Железные бока. Ролик. А, полозь. То есть, да, как раз вот полозь. Ну, он так и есть. Он прям целиковый. То есть, он не нашитый. Полозье получается внутри самого ящика. Пластиковый ролик. Ну, здесь, наверное, нужно постараться, да, чтобы дно выпало. Днишко все-таки прилично сделано. Вот нареканий по качеству нет. Ценник только дороговат, конечно. 17 тысяч, а так комод огонь. Вот если бы сделали подобное, но в ценнике, например, Мальму метр шестьдесят, да, мне кажется, отбоя бы не было от этих комодов. Это сделано добротно. Но, опять же, повторюсь, цена, как бы, ну, не совсем доступная для комодов. Ладно, хорошо, поправим позже. Ну, вот, кстати, имейте в виду, если не правильно ставить ящик, получится вот такой вот некрасивый выступ. Сейчас мы сделаем паузу и поправим. У Нордмеллы есть еще собрат. Так, за 18 тысяч такой мини-гардероб. Комод с полтяной штангой. Тоже черно-синий цвет, на самом деле классический синий. У меня зависла камера. Ну, брутальность такая мужская. Я бы, наверное, в спальню не поставила. Пять ящиков, но основательно смотрится. В каком-то мальчика, да? То есть это мужской такой стиль, это очень удобно. Вообще удобно, ценник только не нравится. То есть вот такая вот штанга. Штанга прям полноценна. Вот смотрите, то есть пять плечиков бумеранг, сколько еще остается места. Мужики не любят бегать по шкафам. Его можно поставить в середину, разделить им пространство. Только не знаю, что там сзади у него. А, а задней стенки нет. Пространство не получится разделить. Значит, комод крепится только исключительно к стене. Кругленький, как у Беста. 18-36 тысяч? За деньги ПАКС можно собрать. Не гуд идея. Так, ящик. Ну, ящик точно такой же. Все одинаково, как у ящика за 17 тысяч. Ценник не бюджет. Комод шикарный, честно. Сделано все очень добротно. Нареканий вообще к исполнению нет. Ведь вот могут, когда хотят. Но единственное, что цена. Кстати, друзья мои, у кого уже эта красота в интерьере есть, пишите, поделитесь, пожалуйста. Мы выложим. Ну, в тех коммуникациях то, что у нас прописано. То есть это и контакт, инстаграм, фейсбук, все, что у нас есть. Так, дальше. Вот очень люблю эту линейку серии Nordli. Можно создать комод под себя, как вам удобно. Вы определяетесь с размером, дополняете верхними панелями или цоколями, и делаете любой конструктор. При этом, условно, вы можете сначала купить вот такой комод. У вас изменились планы, вы его совмещаете с другим. Понятно, ценник тоже не бюджетный, но есть возможность модернизировать и изменять под себя. Соответственно, можно изменять и по цвету. Цвета у него белый антрацит. Вот он белый. Кстати, вот почитание белого антрацита. Антрацит практически черный. Такой вот кубик получился интересный. И теперь давайте смотреть, что внутри этих кубиков прячется. Нордли, получается, все уже изначально внутри механизма встроен плавный ход. Меня слышно? То есть ящики реально бесшумно ходят. Вообще никакого звука нет. Ой, друзья мои, здесь такая заморочка с крепежом. В общем, мне отказались помогать. Жалуюсь. Крепление, да, как у ПАКСа, поэтому здесь немножко неудобно все это делать в полевых условиях. Так, значит, вот здесь встроен механизм плавного закрывания. Вот само дно. Дно неукрепленное, но очень большой зазор. Сейчас я попробую просто нажать рукой. Вот плотно, реально плотно. То есть, чтобы выдавить его чем-то, нужно постараться. Усиления сзади нет. Ну, у нас есть, кому, кстати, интересно более подробно, у нас есть клиентка, у которой полностью вся серия Нордли в эксплуатации. Эксплуатируется все хорошо. Если нужно, я могу с ней списаться, она нам расскажет. Жаль, конечно, что неудобно доставать. Мы не можем посмотреть его совсем внутри. И, кстати, вот, ну, Лена, кому последние привозили эти комоды, жаловалась, что верхняя панель, цоколь в одной стороне сделала, ящики, фасады в другой. Не совсем устроила соотношение качества. То есть, вот эти части как будто бы лучшего качества. Причем, вот я сейчас трогаю, вот эти более шероховатые, а здесь более гладкие. Ну, в общем, жду ваших комментариев по поводу комодов Нордли. Как они вам, как эксплуатируются, устраивает ли все. Но если есть возможность показать нам изнутри, потому что мы, к сожалению, не смогли достать. Так, Нордли мы посмотрели, пойдемте дальше. Ну что, старый друг Хемнес, классика. Хемнес у нас комод с секретом. Кто не знает, один из комодов Хемнес в одном цвете, не из морилки, а полностью из ДСП. Был неприятный сюрприз, когда клиентка, честно, я не обратила на это внимание, когда она делала заказ. То есть, человек пришел с готовым заказом, оформили, ушла. Потом мы его привезли, и она его собрала и звонит. Татьяна, комод не из массива. Я отдавала деньги за массив. Начали разбираться, да, так и есть. Это было давно, много лет назад, но тем не менее. Это имеет место быть. Значит, цвета у Хемнеса белые, белая морилка. Покажи, пожалуйста, разницу в цветах, на мою камеру не особо удобно. Обзор у нас опять получится очень большим и длинным, поэтому запасайтесь временем и терпением. Белая морилка более прозрачное покрытие, белый просто гладко закрашено все. Вот, кстати, параллельно покажу белую морилку, там потом ставим. В белой морилке видно фактуру дерева. Хемнес белый. Вот здесь как раз и прячется секрет. Этот комод не является массивом дерева, как является вся линейка. Считаем состав. К сожалению, показать на камеру не могу, потому что мешает верхняя полка. Значит, у нас здесь ДСП, акриловая краска, пленка, пластмасса, ножка. Нижняя обвязка, верхняя обвязка, ДВП, акриловая краска. Массив здесь только боковинки, ящика и задняя часть ящика. Все остальное ДВП, ДСП. Вот так. То есть деревянного в этом комоде только вот эта часть. Только вот эта часть из массива. Причем ценник все-таки нормальный такой, приличный. Но радует то, что... А смотрите-ка. Ой-ой. На три ящика белая морилка. Блин, опять ничего не видно. Белая морилка стоит 9. То есть точно такой же из массива стоит 9. Из ДСП белый стоит 11. Черный, опять же, из массива стоит 9. А желтый стоит вот такой вот. Желтый стоит 13. Я не знаю, из чего связаны ценообразования. Но явно 9 и 13. 4 тысячи явно не на краску ушло. Хотелось бы, конечно, подробностей, но нам вряд ли кто их расскажет. Так, теперь давайте пока кладу свою камеру. Будем смотреть, что у нас в ящиках, что внутри. Вообще, Хемнес сам по себе звучный. Я думаю, на камеру звук будет видно. Видно, да. Заговорилась. Серое внутри все. То есть вот именно внутренность у Хемнеса красивая, эстетичная. Очень звонкий комод. И, кстати, один из самых сложных комодов сборки. Особенно вот такой восьмиящичный сборщики у нас возят дольше всего и сильно его не любят. Так, ящик. Массив укрепленный, как у Мальма. Вот нареканий здесь уже никаких нет. Да, здесь все хорошо ровно сделано. Но мы уже привыкли к пластиковым чапикам. Здесь уже три, да. Поэтому с тремя вам будет гораздо легче жить, чем с одним. Здесь у нас усиление. Это не полка, это ребро жесткости. Но, тем не менее, имейте в виду. Точно такой же нижний. Край сзади вот у этой части тоже ничем не окрамлен. Ну, в принципе, как таковых, таких вот нюансов, нареканий больно нет. Даже для ДСПшного комода Хемнес сделан прилично. Почему цена разная, непонятно. Ручки-вишенки можно поменять на другие. Не в комплектацию, а отдельно. За полторы тысячи продается стекло. Это именно к этому размеру стоит полторы тысячи. Стекла все-таки защищают комоды и их эстетически более приятные. Так, идем смотреть белую морилку. Опять же, вот белая морилка стоит 16. Просто белая стоит 18. 19 стоит красный. Ценник там почему-то аж 20. Да, слушайте, вот этот цвет вообще стоит 20. Причем я даже на камеру невооруженным взглядом вижу вот разницу в цветах. Ящики совершенно разного цвета. Друзья мои, за такой ценник ящики должны выглядеть одинаково. Прямо вот видно, как выпрыгивает свет, да? Видно, видно. Вот, более темный, более светлый. Все остальное. Один ящик прям как пятно. Так, теперь давайте смотреть. Как бы мы так, ну, кто любит ДСП, кто не любит, у массива есть свои особенности. Сейчас я вам их покажу. Во-первых, на белой морилке видно фактуру. И, соответственно, это массив сосны, очень нежный материал. И очень быстро делаются всевозможные царапинки, коцки. Поэтому не сказать, что быстро приходит в негодность. Но имейте в виду, что это массив. Либо вы аккуратно с ним обращаетесь, либо привыкаете к тому, что у вас здесь коцки и царапинки. Ящик. А у маленького уже усилений нет. А вот книг я решила наложить. Или слитки золота. Ну, держит. Кто хранит в комоде слитки золота? Расскажите, как у вас повес его держит. Так, давайте смотреть внутреннюю систему. Хотя внутреннюю систему можно в инструкции по сборке посмотреть. Своебразное? Я не собирала эти комоды ни разу. Поэтому сказать ничего не могу. Могу сказать только по качеству и по исполнению. Так, это у нас внутренняя часть. Ну да, нюансов у него много. Чтобы все ровно собрать, чтобы все ходило хорошо. Именно большое. Поэтому имейте в виду, либо собираю. Часа три на сборку этого комода уходят? Обалдеть. Так что, благодарите тех людей, кто вам собирает, если вы купили такой комод. Потому что день, стоимость обычно, что у Икеи, что, допустим, у посредников, не зависит от времени, а зависит именно от стоимости товара. Поэтому, если вам... Ну, допустим, наши сборщики вот такой комод, стоит он 16 тысяч, соберут за 1600. То есть за 1600 человек три часа будет ползть у вас по полу, собирать вот такой вот комод. Похабанных нареканий нет, кроме звука. Звук мне вообще не нравится. Ну, вот сейчас попробуем. Здесь вещи лежат уже. Вот они. Точно так же, независимо. Так, тройной посмотрели, большой посмотрели. Следующий хемнос, но он только в черном цвете. Да, еще у нас один остается. Вот такой большой громоздкий хемнос. Черно-коричневый, 16 тысяч. Ты большую камеру у тебя показываешь? Потому что на моей вообще ничего не видно. Это тоже морилка, массив, покрыт морилкой. Все то же самое. На черном, помимо царапин, по мягкому деревянному материалу, видна еще и пыль. Я не очень люблю черную мебель. Вот теперь смотрите, с чем можете столкнуться. Невооруженным взглядом виден непрокрас. Да, то есть вот он есть уже. Но я не верю, что он стерся. Вот она, знаешь, она так равномерно, а может и потертость. Тут даже ручка какая-то потертость. Вот этот вот ящик, если вдруг у вас такой новый, такого быть не должно. Вот такой сучок. Браком не является, но нашим клиентам меняли. Эстетически просто на самом видном месте такой сучок вообще некрасиво смотрится. Это вот по черному. Нет, кстати, ничего это не потертое. Вот то же самое. Это вот такой непрокрас по черному идет. Друзья мои, так быть не должно. Но у кого такое есть, бегом либо к своему посреднику, либо в магазин, в сервис менять. Это неправильно. Пойдем еще один хемнес покажем. Хемнес за 10 тысяч. Белая морилка. Есть еще черно-коричневый. То есть это массивы. Высокий комод, я считаю, очень. Высота у него 131 сантиметр. Влезть на самом деле много. Интересно он и визуально смотрится. Но вот смотрите, у массива все-таки есть такой вот этот как бы непрокрас. Не то, что непрокрас, а разноцветится. Но все-таки если в белом это не так сильно заметно, вот эти слои краски, то в черном все-таки это заметно сильнее. Так, маленький ящик. Все так же. А, кстати, можно я на одну камеру? Чопики как будто уже вдавлены, да, в материал. Ну, по-другому никак в ДСП-шной. То есть вот крепко сидит. ДСП-шка прям вообще болтается. Вот момент тоже нужно учитывать. Сюда тут комодик за 10 тысяч вполне достойен. Здесь краски малястые. Средний тоже без усиления. Здесь уже два чопика. Сейчас посмотрим, где у него ребра жесткости. Ой, очень звонкий комод ужасный. Дополнительного ребра жесткости вместо палки у этого комода нет. Так, хемнес мы вам показали весь. Хемнес весь. Дальше. Гурдаль. Если мне не изменяет память, раньше была такая линейка деревянной мебели. Да, помнишь, шкафы такие были давно. Сейчас только вот такой зеленый товарищ, за который просят аж 22 тысячи рублей. Давайте смотреть, за что хотят денег. Ящик с плавными направляющими, съемные полки. То есть это и комод, и шкаф. Шкаф для белья фактически. ДВП, ДВП, пленка, массив бука или березы. Непонятно, что попадется. Массив сосны, морилка, прозрачный акриловый лак. Он такой бабушкин комод, ну, как бы по стилистике, да, если все подходит. Здесь у вас ключик. Прямо. Прямо, правда, такой бабушкин. Такой, что-то как, такой стариной пахнет. Такой вот красивый рисунок. Рисунок очень красивый. Вот это единственное, что мне в этом, кому, в шкафу нравится. Механизм. А сейчас посмотрим. Я не могу его вытащить. Направляющие деревянные. Направляющие деревянные, то есть дерево по дереву ходит, идет туго. Я не знаю, где здесь плавное закрывание спрятано. Так, плавное закрывание проверяем. Оно не идет. Оно просто само по себе. Окей. Это не плавное закрывание. Это дерево по дереву едет. Но никак не плавное. Так, ключ получается один. Если вы закрыли ключ, потеряли, все. Триндец вам. Кстати, ключики такие, какие у меня у бабушки такой раньше был. Селюсь. О, он открытый. О, красивенький внутри-то. Вот. Вот. Тоже такая же цветная стеночка. Здесь все из массива. Но это ретро. Это прям вот у кого такой винтажный стиль. Это определенные вещи. Не в каждой интерьер. Поэтому, я думаю, и ценник такой. Значит, уровень полок можно менять. Закрывающие элементы. Замок интересный. А он весь полностью под ретро сделал. Кстати, вот сам замок. Я сегодня ползаю по полу в икее. Протираю полы. А, и, кстати, смотрите. Я не знаю. То ли это когда вот отдел перетрясали. Вот такие вот коцки. Хотя покрытие, ну, в отличие от камня приличное. Ну, он стоит 22 тысячи. В общем, это я закрыть не смогла. Так, а, у нас сангисант, бримносы еще. Да? Бримнос, можешь, сейчас пока расскажем. Тогда пошла я к бримносу. Любимые ДСПшные, друзья, бримнос. Вот такой товарищ у нас за 3999. Цвет еще черный. Здесь матовое стекло. Часто спрашивают, просвечивает ли, да, друзья мои? Просвечивает. Если подальше, не так. Если близко что-то положили, просвечивает. Поэтому, либо это коробки. Вот видите, даже коробки вот так видно, да? То есть подальше ставите, коробок не видно. Звук слушаем. Он спал. А, здесь махур стоит. Здесь плавный ход. Поэтому. А тут? А тут нет плавного хода. Он глухой. Он глухой, да. То есть не такой звонкий. Плюс он будет с вещами, будет нормально. Ручки. Кстати, у кого, допустим, ломаются ручки, можно обратиться в библиотечку запасных частей в любой Икеа. Ну, вот нам последний раз, что-то сто с лишним рублей, по-моему, что ли, одна ручка стоила. Отдавали для клиента. Так. Теперь давайте смотреть, что внутри ящика. Ящик имбаловаться можно до бесконечности. Вы это увидите и на сайте. Все знакомое, родное. Незакрытый край. Два мебельных черпика. Стяжки дополнительные нет. Вроде бы все крепко, но есть риск, что донышко вывалится. Донышко слабоватое немножко. Ну, я, наверное, уже перестраховщик, потому что вот у Далена все-то вываливалось. Мне теперь кажется, что вообще везде вывалятся ящики. Так, беру свою камеру. Вот такое вот металлическое ребро жесткости у него. Здесь все одинаково. Края везде не закрыты. Но, по крайней мере, закрыты все планки. Все запечатано. То есть, открытые ДСП у нас только во внутренней части ящиков. Сейчас посмотрим устройство, как выглядит большой ящик. Покажем в синем цвете бримнос. Так, линейка скуп. Видите, насколько линейка сама выше? Где-то порядка 4-5 сантиметров. Поэтому все-таки вместительный ящик. Много влезет. Вот такой большой стоит 6. Недавно на него акция была. Так. О! А здесь у нас сюрприз. Усиление, как у Мальма. Так что вполне рекомендую. Большие ящики выдержат ваше набивание. Два мебельных чопика. Все то же самое. То есть, кому-то устройство одинаковое. Что белое, что черное, что большое, что маленькое. Отличаются только размером ящика. И тем, что я не могу его поставить. И усилением. Есть в ящике усиление или нет. Так, пойдемте еще один бримнос. Покажу. Бримнос в синем цвете. Смотрите, разница в цене. Если в синем цвете стоит 7, черный и белый стоит 4. Ну, разница очень приличная. По факту все то же самое. Такое же ДСП. Пленка. Отличается только цветом. Покрытие относительно по устойчивости. Все-таки царапается. Следы остаются. Так, бримнос черный показали. Бримнос белый показали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Трясил. Остался один в этой линейке. Есть гардероба, трясил. И вот такой комод. Ну, сейчас еще тумбочки. То есть, линейка такая уже ограниченная. Трясил мне очень нравится по покрытию. У него нет переходов. Он очень устойчив к каким-либо воздействиям. Хороший комод. Железная ручка. Сейчас давайте смотреть, что у нас внутри. Какие ящики. Стоит он 7 тысяч. То есть, за эти деньги можно побольше купить. Так, ну, бока у нас стандартные, как у всех. Два мебельных чопика. А вот, кстати, усиление. О чем говорили? Зажимчик. Да, дополнительный. То есть, дно не так будет быстро выпрыгивать. Вот такой вот зажимчик. Поэтому, если вы вдруг модернизируете свой комод, приглядитесь к такому элементу. И имейте в виду, что можно исправить вот так. И уже тогда выпрыгивать. Да, кстати, в строительных магазинах можно купить. С двух сторон. Снизу, сверху. Такая растяжка получается. У вас уже ящик. Ну, вероятно, все-таки минимальный, что он убежит куда-то. Вот такая полка в качестве ребра жесткости. Внутри черные ящички. И он на ножках. То есть, под ним можно спокойно мыть. То есть, он не... Как, например, в Мальме. Кстати, у Бринеса тоже пространство под ним есть. Пыль можно вытирать. Привет, это я. Но меня, правда, особо не видно. Так, линейка Сангисанта. Мне она очень нравится. Я уже не единожды говорила, что у нас из этой серии кроватка. Сангисант коричневый тоже присутствует. Значит, Сангисанта у нас три модификации. Вот такой большой на шесть ящиков. Ну, ребят, очень добротно выглядит. То есть, вот по сравнению с Мальмом визуально выглядит гораздо приличнее. Ну, и ценник выше. Коричневый. Ну, и с такой же белый. Давайте начну рассказывать с коричневого. Ребят, очень нравится покрытие. То есть, красиво такое, мягко. Оно мягкое, но при этом вот пытаюсь его царапать. Оно очень устойчивое. Все клиенты, кто брали Сангисант, очень довольны. Так. Описание. Ну, боком вам смотреть неудобно. Боковая панель, ДСП, пластик, ДВП, ДСП. То есть, массива нет, пленка бумажная, но при этом выглядит достойно. Вот такие вот вырезы. Здесь все закрыто пластиком, то есть, не должно отслаиваться. Кто уже пользуется данной линейкой, расскажите, как у вас эксплуатация проходит. Металлические ручки. Ой, а здесь что такое? А, это так надо. Кстати, не пугайтесь. Вот это так надо. Так собирается фасад. Потому что я эти комоды сама не собирала ни разу. И сказать ничего по этому поводу не могу. Ну что, святая святых. Для чего вообще нужен комод? Что у нас в ящике? Ммм? Полная беда. Ну что, в комод за 10 тысяч пожалели? Ну, хотя здесь есть усиление. Мужская половина нашей команды подсказывает, что развалиться он не должен. Если опять только слитки золота не запихать. Необработанный край, но это уже норма. Так, здесь у нас полки нет, но есть планочка. Здесь тоже все закрыто аккуратно. Шумноватый, поэтому либо плавный вход, либо нагружать. То есть вот нагруженный, так же шумно, но поглушим. Так, возвращаясь к ящику. Что-то из него какая-то не собранная. Четыре точки сцепления. Замок. Плюс вставляется и сюда, и сюда. Поэтому, ну я думаю, да, должен выдержать. Попробую сейчас. Ну, покрепче, покрепче, чем у Мальма. Ну да, то есть мы уже стреляны, поэтому лучше все-таки укрепление. Это спасет от выпадения ящика. Так, давайте покажу маленькие ящики. Все то же самое, да? Так же замок. Все точно так же. Так, здесь у нас вот такое металлическое ребро жесткости идет. Наверное, считайте, если комод повыше, нужно ему это, его нужно дополнить. Здесь вот аккуратно сложены вещички. Ой, никак не приучусь вот к такому вертикальному хранению. Понимаю, что это удобно. Достало, ничего не падает. Ну, надо бы. Ну, пока как-то никак. Так, вот такой сангисант. Не белый. Ну, хотя и коричневый тоже нравится. Вот добротно все-таки сделано. Ящики чуть доработать. Ну, хотя ценнички все-таки небюджетные. Поэтому, наверное, у этих комодов лучше ждать скидку. И вон там стоит малыш сангисантом. Кстати, он сейчас со скидкой. Мы к нему сейчас и приценимся. Пойдем смотреть маленький сангисант. О, тысячу. Ну, мелочь, а приятно. 82 на 81. То есть для спальни вполне такой удачный комодик. Так что имейте в виду, скидочки бывают. Пользуйтесь моментом. Экономят, любят все. Так, здесь мы показали. Пойдем еще вот здесь два комодика покажу. А можно мы про него рассказывать не будем? Можно будем? Да надо бы, наверное. Друзья, ну ладно, расскажу. Вот и... Нет, это комод. Это комод с тремя ящиками за 1700. Вот такое ощущение, что взяли Ольгот, либо Антониус, взяли кусок от теплицы чьей-то и скроили ящики. Я не знаю, для чего он нужен. У кого есть такие, расскажите. Я даже не могу достать у него ящик. То есть 1700 за вот оно. Если в него что-то положить... Нет, ну скажи, пожалуйста, вот какая у себя обувь? Тапочки складывать? За 1700? Да лучше тронус галошницу пластиковую купить в пророку больше будет. Ну нет. А это прямая? А, кстати, сесть на них... Рискнем? Канал переживет, если я помру? 70 с лишним килограмм живого веса выдерживает как родной. Ну, в общем, не совсем-то друг плох. Тяжелый в него не ложить, ящики достать не смогла. Сидеть можно. Видели, да, что не провалилась, я не покачнулась. Наверное, да, все-таки вариант прихожки пойдет. Любимые растики сосна. Когда их распаковываешь и начинаешь собирать, пахнет как будто в лесу. Ой, вот это вот какой-то очень неудачный вариант, много-много склеечек. У меня дома стоит поменьше склеечек. Что с ним только не делает. Если вбить в интернете раст икея, переделка, выйдет куча вариантов, миллион. У меня стоит два раста и уже полгода идея, что нужно сделать их объединить мебельным счетом, поставить шикарные ручки. В общем, вот, сына не там. В зале стоят два некрашенных раста, висит телевизор, все довольны. Мама никого не трогает, никого не заморачивает. Так, давайте покажу, что у нас у раста. Вообще, это как бы такой изначальный комод, который можно переделать. Так, значит, друзья мои, по поводу того, чтобы достать ящики. Здесь вот тень падает, неудобно. Стоят вот такие белые чопики. Это замочки. Если вы хотите достать ящик, нужно повернуть замочек, достать, снять этот чопик, вытащить, и потом вы сможете достать ящик. Ручки очень часто меняют. Ручки вот такой формы. Да, то есть, это комодик под переделку. Редко его оставляют в таком виде. Ну, кто любит вот такой вот деревенский стиль, дерево, то оставляют. Сейчас он стоит уже 2 500, до подорожания к НДСу он стоил 1999, 2500 рублей, не подорожал. Есть небольшой аналог хемнеса бор сельф серо-коричневый. Я не знаю, честно, почему он так вот забыт, его особо как-то, ну, не сильно народ любит. Мне он очень нравится. 6 000. Вот выглядит ничуть не хуже хемнеса, да? Нет, только такой. Другого его никогда не было. И хемнеса в таком цвете тоже не было. Значит, его. Хемнес был подобный, но не такой оттенок. В общем, это отдельный комод, отдельная линейка. Сейчас будем смотреть в ящик. Он весь из массива сосны. То есть, здесь тоже, а? А чего? У хемнеса что же самое или нет? Чего нет? А, усиления нет? Так, моя болтовня сегодня, похоже, надоела оператору, да? Он решил нам помочь. Ну да, здесь тоненькая донышка. Ой, она ходит. Усилять нужно в любом случае. Со временем это выпрыгнет. Мне у него цвет нравится. То есть, вот этот комод выигрывает на самом деле цветом. Он полностью из массива. Ну, донышко у него ДВПшное. Массив сосны является экологически возобновляемым материалом. Прозрачный акриловый лак морилка. Внутри у нас все по стандарту. Комод в этой линейке один. Вы ничего к нему не сможете добавить. Там ни тумбочку рядом, ни кроватку из этой серии. Только такой, только так. И размер тоже. Так, у нас осталось две дорогих линейки. Три. И мы почти молодцы. Мы почти... А, нет, мы еще Аскволь забыли. А кто-то мне сегодня говорил, что про комоды говорить-то нечего. А мы уже час, наверное. Так, следующая линейка Аскволь. 6 тысяч большой, 5 тысяч маленький. Совершенно недавно, порядка месяца назад, на них была скидка. Стоил 3 тысячи и 4 тысячи. Железные ручки, белый фасад. Эстетически Аскволь прилично выглядит. Мне нравится, как он выглядит визуально. То есть, немножко утопленные в глубину ящики. Они не такие грубые. Ручка, как такой вот, листочек сложенный. Интересно смотрится. Так, теперь по звуку. Сам ящик до конца не уходит. Либо кидаем посильнее, либо докидываем. Но звук глухой. Что внутри? Все то же самое. Два пластика лукчокка. Усиление 0. От слова как все. А? Ну, я еще и закрыла микрофон. Так, давай за мной про ящик. Значит, что у нас у ящика? Также необработанные края, но это мы уже поняли, что везде. Усиления здесь нет, но в принципе ящик не сильно большой, поэтому, наверное, оно и не нужно. Но тем не менее, возможности есть. Либо здесь усиляем. средний гуляй, если не дно, на троечку. Так, и посмотрим большой ящик, что сделано там. А здесь уже усиление как у три сила. Здесь уже усиление как у три сила. Два и два. Можно на одну камеру показать? Видно это? Значит, четыре точки крепления, донышко уже так гулять не будет. Но звонкий. Так, пойдемте смотреть еще вот эти три комода. Так, тиседаль, тиседаль, только с разными ручками. Так, ну что, один из самых дорогих комодов тиседаль, дизайнер Эба Страдмарк, Швеция. Интересный, конечно, комодик, визуально он очень нежный, такой классический прованс. Два вида ручек у тиседали, но при желании можно их поменять. Даже не два, да нет, два пуговки и скобки. Хотя, может быть, скобки все-таки. В общем, надо смотреть информацию, что-то я подзабыла. Так, ладно, лирика. А сейчас найду, где поудобнее снимать. Так, с маленького, не подобраться к этому. К этикетке, к этикетке не подобраться, ни одного тиседали, посмотрите, что из чего. Так, это снимать не буду. ДВП, акриловая краска, ДВП, пленка, задняя часть, обвязка, ДВП, внутреннее дно массив сосны, задняя часть обвязки массив сосны, то есть задняя часть сосна, остальное ДВП и пленка. Так, давайте смотреть вот такой, по звуку сначала. в комод за 22 тысячи, наверное, грех было не поставить доводчики. Да, ход плавный есть. Про плавный ход мы с вами посмотрели, к ящикам подобраться возможности нет. вот здесь вот очень удобно он стоит, но у меня память у камеры села, закончилась. Вот здесь можно подобраться, он на ножках, ножки с регулировкой, то есть можно регулировать по высоте пола, по кривизне. И вот сможешь вовнутрь подобраться? То есть вот это вот у нас дно, плавный ход здесь уже сразу в рельсах. А вот с этого угла тебе может быть поудобнее будет поднырнуть. Вот они, замочки. С ними очень аккуратно, легко сломать, поэтому когда собираете, открываете, имейте это в виду. Ну так. Даже дай донышко посмотрим. Усилений нет, но в принципе ящик небольшой, наверное, здесь оно все-таки не нужно. Сейчас посмотрим еще большой ящик. И сзади, да, то есть до конца он до самого не доходит. Так, а вот здесь у нас что? Здесь то же самое. Усиление. Покажи, пожалуйста. Усиления у ящика нет. Как-то непонятно. Крепко он сидит, нет. Так, друзья мои, кто этой линейкой пользуется, я знаю, что он часто бывает по скидкам, расскажите нам, пожалуйста. Да вообще, в принципе, про любой комод, который у вас есть в эксплуатации, нам интересна информация. То, что делите вы опытом, мы делимся уже дальше с подписчиками, с клиентами и так далее. И остался у нас последний комод. Брюгия называется. Стоит он 25 тысяч. Состоит из 9 вот таких маленьких ящичков. Железо. Ну, наверное, знакомый ценник. Можно и железо поставить, да? Да, все то же самое, что мы смотрели вот синий. Только название другое, а функционал тот же. Соответственно, все хорошо, крепко. Слушайте, почему так? То, что дорого, клево сделано. То, что не клево сделано. Дешево стоит. Ну, да. Для дома такой эстетики, как это, слишком много ячейок. Либо он был бы более офисный, такой холодный какой-то. Оттенки какие-то не совсем, может быть, удачные. Но хотя, если у вас уже в интерьере это есть, вы пользуетесь, расскажите. Так, ну что, я без голоса. Большой обзор по всем комодам мы сняли. Мы давно уже хотели это сделать, но то выставка была не совсем как бы удачно сделана в перемешку со шкафами. Ждали, когда все перестроится. Поэтому дождались, сделали, сняли. Ждем ваши комментарии. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Мы это любим. Пишите комментарии любые. На самом деле, мы всегда готовы к общению. Все наши коммуникации, все мессенджеры, все подписаны будут в описании. Поэтому любой вопрос можно задать не только на самом канале, но и в любой соцсети, где мы есть. Всем спасибо. Спасибо, что вы терпели нас, наш обзор. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч.